Добрый день, дорогие друзья! С вами Киберпоп, и вы смотрите «Библейский ликбез». Сегодня мы с вами продолжим тему грехопадения и будем говорить о смерти. Так, стоять и не бояться, и не разбегаться. Друзья мои, ничего страшного не будет. К тому же, когда-то же нужно поговорить об этом и посмотреть ей в глаза. Что же это такое? Так почему бы не сегодня? Почему же такая экзотическая тема? Все очень просто. На самом деле, Господь говорил Адаму, что не вкушать от древа познания добра и зла, потому что в день, который ты вкусишь, от этого древа смертью умрешь. Речь идет о смерти. А змеи лукавые, когда Еву искушал, говорили, что не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются у вас глаза, и вы станете, как боги, знающие добро и зло. То есть не умрете. И правда, когда Ева вкусила, она тут же сразу замертво не упала и не умерла. Так о чем же говорил Господь? Сегодня, когда мы говорим про смерть, мы имеем в виду разделение души и тела. То есть душа выходит из тела, произошло это разрушение. И так на самом деле и есть. Смерть – это разделение, разрушение, разрывание единого целого на множество чего-то. Это и есть смерть. И на первый взгляд, хотя Ева как будто бы и не скончалась тут же прямо на месте сразу же, но тем не менее давайте внимательно посмотрим, что с ней происходит. Это же видно из самого текста Библии. Во-первых, перед ней стоит выбор либо доверять Богу, что Он любящий Творец и Отец, желает блага и добра, либо противопоставит себя Богу, посчитав, что Он коварен, лжив, хитер и хочет тебя лишить заслуженно и обделить тебя. Разве здесь не происходит разделение? Человек от Бога разве не разделяется? Вот уже происходит разрушение. Правда же? Так что смерть уже начинает действовать. В тот самый миг, когда человек решил противопоставить себя Богу. Разрыв между человеком и Богом. Кроме того, ведь Господь есть источник жизни. Это так. Источник жизни. И если человек противопоставляет себя источнику жизни и начинает идти в противоположную сторону, то он, конечно же, попадает в область смерти. Поняла ли Ева, что произошло, когда вкусила плод? Я думаю, вполне она поняла. Она уже стала такой, как мы с вами. Что она могла в этот момент почувствовать? Ну, я думаю, что, наверное, страх. Страх. Что ты с этим дальше будешь делать? Как вообще быть? Ведь придется же нести ответственность за все вот это вот дело свое. И с тем, чтобы разделить эту ответственность и даже, может быть, ее как-то переложить, часть ответственности, по крайней мере, на кого-то она что делает? Она делает то же самое, что сделала с ней змея. Она соблазняет Адама. Она дает Адаму эти плоды. Знал ли Адам, что она ему дает? Конечно, знал. Если бы не знал, то и греха не было бы. Он бы просто ничего не почувствовал. Вот подсунули, да, он упал в жертву, и кто-то ему так вот с ним сделал. Нет, перед ним стал точно такой же выбор, как и перед Евой. Она его в точно такую же ситуацию поставила. Поверить в то, что Господь тебя обманывает, что на самом деле ничего не произойдет. Противопоставить себя Богу внутри себя и сознательно пойти против Бога. Вот только так возможно было грехопадение. Поэтому она предложила, и он знал, что она ему предлагает, и он вкушал. Но, смотрите, ведь Ева использует своего мужа как средство снять с себя часть ответственности. Он все-таки муж, он первый, она за ним. Так что вроде как я не одна такая, вот он тоже такой, как средство. А когда один человек использует другого человека как средство, то между ними уже нет единства. То есть вот это разрушение не только человек от Бога отпадает, но и даже люди между собой, они тоже уже разделяются, становятся чужими друг другу. То есть в данный момент Ева использовала своего мужа. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Все начало сбываться. Действительно, глаза открылись, но как-то не в ту сторону, в которую они, наверное, рассчитывали. Вместо того, чтобы стать как боги, они увидели, что они наги и устыдились друг другу. Вот это, кстати, тоже очень интересный момент. Во-первых, устыдились, потому что между ними уже дистанция, все, они уже стали как бы чужими друг другу. Это первое. Второе. Какова интересна природа стыда, как механизм стыда, как он возникает? Тоже очень интересно. У нас, у людей есть особенности. Мы судим о других людях по себе. И вот в данном случае как это сработало? Когда Адам вкусил плода, он посмотрел на Еву уже не невинными глазами, а похотливыми. И подумал, что она тоже на него так смотрит. То есть, коли он на нее так, значит и она тоже так. И вот этого ее взгляда уже стыдится. Так что природа стыда, стыд возникает там, где есть грех. Это как лакмусовая бумажка, которая меняет цвет там, где есть кислота или щелочь. Вот так же и стыд. До грехопадения стыда не было, он появился в результате. То есть, он проявляет наличие греха в человеке. Обратите внимание, дети наши маленькие, пока живут в крошке, они ведь не испытывают стыда никакого. Абсолютно. И только с возрастом, с годами, становясь все старше и старше, когда у них уже какие-то мыслишки начинают крутиться в голове, такие вот не очень-то. Вот тогда они начинают стыдиться. И стыдливо так тупят зор и краснеет, когда речь заходит о чем-нибудь этаком. Это не говорит об их невинности, это говорит о том, что там уже во всю грех проявляет себя. И поэтому на православных иконах вы, например, нигде никогда не найдете, скажем, изображение Божьей Матери, стыдливо опустившие глаза. Такого нет. В молитвенном состоянии, но не в состоянии такой стыдливости, как это иногда бывает на католических изображениях Божьей Матери. Потому что стыд проявляет грех. Кстати, об этом есть у Федора Михайловича Достоевского такой очень интересный, замечательный рассказ, называется «Сон смешного человека». И вот он там попытался представить себе, как бы выглядело человеческое общество, если бы не было грехопадения, как бы мы жили, что бы у нас было, чего бы у нас не было. И вот как раз тоже он пишет о том, что люди бы не знали ни, что такое стыд, ни, что такое совесть, ни, что такое справедливость. Они бы даже не понимали эти понятия, не могли бы даже осознать, что это такое. Не было бы у них ни церкви, ни религии, ничего бы у них этого не было, потому что все это, хотя я само по себе хороший вроде вещи, но все это как раз результат грехопадения и как реакция, так скажем, человеческого сообщества, человеческого организма на грех. Итак, что же мы видим? Мы видим, что происходит разделение, разрушение. Человек отделяется от Бога. Люди меж собой тоже разделяются. То есть смерть, которая есть разрушение, разделение, уже начинает действовать. Дальше идем. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Видите, как точно, как четко подмечено. Они услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, где-то там. Он там, где-то далеко, а не здесь, а он там. Вот разделение произошло. Не в своем сердце они его услышали, не в своей душе услышали. Они вообще в раю пребывают. Они как бы в Боге должны, как в океане пребывать. Но они услышали его где-то там, он ходит, а они здесь. И что же они сделали? «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». То есть они прячутся в кустах. Вот скажите, пожалуйста, даже с нашей точки зрения мы с вами в районе не жили ни одного дня пока еще. И, в общем-то, с Господом Богом мы так вот не общались, и, в общем-то, с Ним так тесно, как Адам, например, не знакомы. Но ведь даже нам понятно, что это же бесперспективно прятаться от Бога в кустах между деревьями рая. А они так поступают. Почему? А это уже иррациональный поступок. Потому что разделение касается не только внешних вещей человека от Бога, людей между собой, но и человек в сам себе уже разделяется. У него уже разум сам по себе живет, воля сама по себе живет, чувства сами по себе живут, душа как-то сама, тело как-то само. То есть человек уже внутри себя разделяется. Хотя еще вроде бы внешне он живет, не умирает, но в нем уже начинает действовать смерть. Отсюда вот такой совершенно безумный поступок. Итак, друзья мои, что мы имеем в сухом остатке? А очень печальный результат. Разделение, разрушение. Человек и от Бога оторван, и между собой люди враждуют, и сам в себе человек тоже разделен и разрушен. У нас отдельно разум, отдельно чувство, воля, сердце. У нас все живет само по себе, и каждый что-то свое диктует, и каждый что-то требует. И все это заканчивается в конечном итоге окончательным торжеством смерти, когда душа от тела разделяется, и человек умирает. На самом деле, смерть в нас живет и сегодня, и сейчас, когда мы сидим и разговариваем с вами. И вот это повреждение человеческой природы называется в православном богословии первородным грехом. Надо сказать, что название не очень удачное, потому что у нас грех ассоциируется просто с каким-то поступком. что-то мы такое сделали, а потом якобы за него наказываются другие. Первородный грех, который передается от отца к сыну. На самом деле, это просто название такое. А имеется в виду не какой-то грешок, а именно повреждение природы, которое произошло вследствие того, что люди противопоставили себя Богу и закрепили это конкретным действием. На этом мы с вами этот выпуск библейского ликбеза заканчиваем, но тема грехопадения продолжится в следующий раз. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok